Интернет-канал Новороссия, подразделение легендарного Монтарова. Это брат Водяной, вы его знаете. Один из братьев, которые воюют в нашем подразделении, великолепные бойцы. Брат попал в плен кукрам, чудом остался жив. Сейчас он расскажет о том, как это было и где. 12 числа в Милсинске, с БМП взрыв был, выстрел. Я был ранен в две ноги и рука, потерял сознание. Ну, очухался, они меня уже тянули к себе за ноги. Потом начали обыскивать, сняли с меня все. И один из фельдшеров хотел с меня сухожилия вытягивать. Сухожилия вытягивать? Что имеется ввиду? Ну, сраные. Зачем? Ну, хотели узнать, сколько нас, чего мы тут делаем. Пытали, короче. Пытали. Потом надели маску и отправили в подвал командиру. Допрашивал там у меня. Ну, в итоге закончилось все. Избиением маленьким таким. И привязали меня к дереву, когда был минометный обстрел. И бросили. Сейчас стоял под минометным обстрелом. А, так это о тебе речь шла одного из местных. Он говорил, что нашего бойца специально привязали к дереву и бросили, когда был минометным обстрелом. Брат, а мы даже не знали, что это ты. Ну, а тут подъехали разведчики ихние, которых мы в плен взяли. А это с их подразделения забрали меня. И в угольном сарае я пролежал два дня. Там один фельдшер меня перевязывал. Ихний фельдшер? Да, ихний фельдшер. А кто там вообще стоял? Ну, на БМПхах они стояли. Там и БМПхи, и танкисты были. Ну, это нацгвардии или регулярные? Регулярная армия, контрактники. И 14-го числа погрузили. БМП стояло где-то далековато. Прошлось на четвереньках, так как я не ходил. На четвереньках пришлось идти. Но один из фельдшеров меня поднял, кто-то тащил БМП, посадили, привязали с каким-то там парнем местным из Меусинска. И везли, я не знаю куда точно, но там где-то по степи, возле какой-то шахты проезжали. Там они остановились, и какая-то бригада меня вытянула с БМП. Ну, и началось опять издевательство в плане того, что там заставляли гимн пить, а я его не знаю, украинский гимн. Ну, один там предложил... Биле? Биле. Предложил меня привязать к БМП и тягать по степи. Ну, тут разведчики эти опять же приехали и забрали меня. И я с ними еще был до 19-го числа. С этими разведчиками возле них. Ну, они не привязывали меня, так сказать, я не ходил никуда, сбежать не мог. Ну, а потом 19-го числа нас перевезли в какую-то там яму. И с нами еще попали два было депутата с Макеевки. Отец и сын. ДНР-овские депутаты. Да, ДНР-овские депутаты. Водитель с ними был и парень, который с ними ездил. Их где-то под антрацидом взяли в плен. Ихнюю машину разбили. И вот это нас в яму сложили. Потом опять начали допрашивать. Ну, это все так закончилось. Один там приходил, говорит, давайте им броники оденем, начнем стрелять под брониками. Говорили, тебя расстреливали? Ну, пытались. Как это было? А? Как это было? Ну, стреляли рядом. Ну, и это... Они думали, моторолоса можно так напугать. Все их интересовало, сколько нас, что нас. Вот таком плане. Паспорт забрали. Телефон жены был, звонили туда, но она сказала... Украинский паспорт? Да, украинский. А, ну так у нас нет уже Украины. У нас есть Новороссия, пусть заберут себе и едят его. Ну, да. Там вообще били по голове прутиком таким металлическим. И когда на голове квашня уже получалась, солью засыпали даже. Рано. Ну, и туда же 19-го числа нас погрузили в БМП. До какого-то блокпоста, глаза завязанные были, довезли, выгрузили. Там нас где-то водили еще сейчас где-то по дороге асфальтированной. Я только не понял, кругами как-то такое чувство. Потом глаза развязали, сказали, идите, у вас наши стрелять не будут. Ну, мы шли около 6 километров, и эти ребята, два депутата и водители их несли меня на руках, потому что ходить я не мог. Мне их жалко было, я говорю, брустик, черт, я на одеяле на четвереньком. Ну, зашли до поселка, в поселке тачку нашли, и на этой тачке они меня доперли до нашего блокпоста. Это где именно? Это под антрацитом было. Наше как-то деревня такая, она пустая почти, деревня была. Ну, и меня сразу в воспитали, его антрацитик прооперировали. Потом связь появилась, я их попросил, чтобы они позвонили, Мотороле, я телефон нашли, у меня телефона не было, и номеру не помнил. И тогда уже они пробежали, говорят, у тебя же брат есть, я говорю, да, мы тоже связались, и меня на совещании, ну, в этом, как-то, в этот день забрали. А брат приехал? Да, брат приехал, и Серж приехал, они на машине меня перевезли туда, и депутаты с нами уехали. Ты помнишь, когда я делал с вами интервью, сказал старшему, ты слышал бы, сколько добрых слов тебе сказал младший, ты бы заплакал. Вот в тот раз, я помню, в Невосинске, он ходил в войну, и вот так вот, брата надо искать, ночью пойдем, брата надо искать, это все. Все, знаешь, все пацаны говорили, не трогайте матроса, вообще не подходите к нему, потому что он был в самом деле больной. Ну, как ты, брат старший, ты когда узнал о том, что младший жив? Ну, ну, попал как бы на засаду в Пятером, я был там рядом, был ранен, тоже сознание потерял, крови много, ну, выбрался, отбрасывал гранаты, ну, забрасывал гранаты и отходил, отошел. Ну, сбежал с госпиталя, мне там зашили руку, сбежал с госпиталя. Да знаю я, пришел сразу воевать, брата искать, глаза горят. Местных настроил, туда было нельзя пройти, там танки стояли в том месте. Местных настроил, местные бегали, выясняли, жив или нет, были противоречивые. Мы там все могилки обошли, все порасспрашивали. Были противоречивые сведения, кто пятеро, кто трое, но погибли еще неплохие ребята, два чеха и немец. И пропал наш брат Рэмбо, не знаем, где он сейчас. Немца, кстати, дострелили в сердце, ну, дострелили, добили, в сердце выстрелили, выстрелили. Брата спасло, потому что разведчикам нужны были их разведчики, которые перед этим мы взяли в плен. Два дня я искал брата, не смог найти, потом в госпиталь, потом поехал, связался с соответственными людьми, которые занимаются обменами пленных. Меня вывели на укропов, которые занимаются обменом пленных брата, ну, обменом брата. Там что-то все не срасталось, все что-то не срасталось, не срасталось. Сейчас у Коди как-то непонятно под какие договоренности его отдали, но он вышел с депутатами. Депутатам огромное спасибо. Мы их найдем, сделаем с ними отдельным материалом. Настоящие мужчины. Не бросили бойца. Благодарен им. Ну, а сейчас как бы вдвоем в госпитале рвемся дальше воевать. Да я знаю, что ты рвешься воевать. Я думаю, на следующей неделе уже буду строить, уже буду на переговоры. Знаете, попозже. Да, конечно. Нам нужно освободить нашу страну, Новороссию. Скоро пойдем на Константиновку, вашу родную, ребята. Да, скорее, мы убили. Да. Так, как ты считаешь, вот почему они тебя бросили? Укр, укр, укр. Почему они убили? Им нужны пленные были, их разведчики. Они, ну, как, если бы я попал в другое, ну, не к разведчикам, те бы убили. И даже глазом не мурнули, там такое, ну, отношение к нам, как будто мы вообще не люди. Это мы знаем. Самое интересное, я встречался в Снежном с ребятами, которых мы взяли в плен. Хорошо выглядят, ухоженные, прооперированные, хорошо находленные. Их потом можно было увидеть на марше пленных, на параде пленных в Донецке, на День независимости бывшей Украины. Почему так? Почему люди, которые себя уважают, ну, такими особистостями, я даже не знаю, европейцами офигенными, так относятся, ну, можно сказать, к гражданам своей страны, пусть даже к бывшему гражданам своих страны, вообще к людям. А террористы, я скажу, Патрой Порошенко, нелюди, довольно демократично, довольно добро, ну, да, по-хорошему. Я не видел случаев, что там, ну, таких, чтобы издевательств били, издевались, там, забивали насмерть, били по башке и посыпали солью, блин. Почему так? Украинцы, это к вам вопрос. Почему вы такие? А мы уже получили ответ на этот вопрос. Вот в последний раз мальчик наш, 17-летний разведчик, принес гранату. На ней написано «За Украину», а на торце гранаты нарисована свастика. Они, в самом деле, прониклись этой идеологией, они считают себя избранной высшей расой, а нас не людьми, интерменшами. Мы для них вообще не люди. Они реально прониклись этим убеждением. Потому что нечего, нечего более предложить миру, кроме своего величия. Понимаешь, экономика в разрухе, проект Украины не состоялся. Будущего нет. Как оправдать себе свое искусство, свое убийство? Перевести это в ранг идеологии нацистской. Вот и что они сделали. Бьем их хвосты в гриву, они не могут понять, как шахтеры рабочие, инженера, врачи, таксисты, мучат их на всех фронтах. Вот таких файных... Придумывают себе чеченца, в русских статус нас. О, чеченец, посмотрите, самый главный. А вот его брат, супер-чеченец. Задавали один вопрос, это у вас чеченцы есть. Я говорю, я чеченцев, глаза не видел. Здесь, говорю. У нас, говорю, одни наши. Они до сих пор живут в мире иллюзии. А эти иллюзии оборачивают за кровью наших детей и женщин стариков. Ну что, ребята, тогда все? Да, все. Брат, как я рад, что ты жив и здесь. Чего, господи, привет. Все, ты рад? Я очень. Все.